Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы публикуем и размещаем большое количество аналитического контента. Ну что ж, на финансовых рынках продолжают развиваться тренды и тенденции слабости доллара и, соответственно, повышенного спроса на риск. И мы на этом очень хорошо зарабатываем, друзья, без каких-либо исключений. Те сделки, которые мы взяли за основу некоторое время назад, сейчас приносят солидный профит. И я думаю, что какое-то время, не хочется, конечно же, накаркать, но все-таки паруса будут подгоняться дальше ветром, и мы сможем достичь тех целей, которые обозначили ранее. Так, по поводу рынка нефти. 85-62. Сейчас максимум вчерашнего дня был 86-08. И по бренду это уже точно, друзья, многолетние хаи. Еще чуть-чуть и будут уже максимум аж с 2008 года. И мне кажется, что очень скоро бренд окажется в районе 90 долларов за баррель. Особенно с учетом того новостного фона, который сейчас в крайней степени актуальность. Это, опять же, продолжение тематики, связанной с глобальным аналитическим кризисом. Как вы помните, ранее мы касались на прошлом брифинге сообщений о том, что предложения России о доп. поставках газа на территорию Европы имеют определенные условия. Это информация от Bloomberg. Якобы Россия готова предоставить больше газа в, опять же, период практически уже начавшегося отопительного сезона. Только в том случае, если получат одобрение на транспортировку этого газа через газопровод Северный поток-2. Будем следить за развитием событий, как и на каких условиях удастся договориться, но на данный момент Европа по-прежнему испытывает серьезный дефицит газа. Следующий фактор поддержки для рынка нефти – это подтвержденное ограниченное предложение. Опять же, элементарное соотношение спроса и предложений сейчас на глобальном рынке точно позволит нам сделать вывод о том, что спрос существенно опережает предложение. Большая ставка, собственно, она всегда делалась и делается на страны ОПЕК, которые являются организацией, следящей за балансом на рынке углеводородов. То есть, по идее, когда есть серьезные проблемы с предложением, нужно обращать внимание на ОПЕК и ждать роста производства. Или наоборот. Сейчас, конечно же, когда на рынке дефицит сырья были, точнее, немного ранее даже были надежды, что ОПЕК плюс пересмотрит условия прежних договоренностей сможет согласовать более высокие квоты по добыче, которые позволят им в ноябре, в декабре, в первом квартале 2022 года предоставлять на рынок больше нефти. Но, как мы помним, сделка прошлая, которая уже больше двух месяцев, о том, что производство нефти будет расти только лишь на 400 тысяч баррелей, осталось неизменным. Условия не изменены. И последний отчет, который вышел пару дней назад от ОПЕК, что в прошлом месяце участники аналитического пакта выполнили сделку по сокращению производства аж на 115%, то есть фактически они не увеличили добычу даже на те 400 тысяч, которые ранее были оговорены. Поэтому логичный вывод, что ранее бывшее предложение дефицитным сейчас находится в еще более острой фазе вот этого дефицита. А значит, мы и дальше можем ставить при текущем новостном фоне на восстановление цен на нефть. Соответственно, по другим факторам поддержки, это запасы, которые вышли от администрации энергетической информации накануне. Запасы и нефти, и бензина снизились. Еще один фактор роста цен. Я, честно говоря, думал, что запасы все-таки нефти увеличатся, а запасы бензина снизятся. Но вот насколько были удивлены покупатели, которые, по сути, смогли выбить две десятки в этих отчетах. И еще одна причина – это, конечно же, слабеющий доллар, который поддерживает цены на сырьевые активы. Далее, собственно, к американской валюте индекс доллара 93,54. Ждем еще ниже. Каждый слабый отчет сейчас подрывает уверенность трейдеров в том, что ФРС пойдет на ужесточение монетарной политики до конца этого года. И если опустить тему с программы количественного смягчения, можно вернуться к вопросу, когда ФРС начнет повышать процентную ставку. И по последним данным Reuters, большинство экономистов считает, что в 2022 году этого не произойдет. В то время как еще месяц назад, друзья, это не оговорка, месяц назад, не такой уж большой промежуток времени, большинство были абсолютно уверены, что первое повышение процентной ставки стоит ожидать уже в середине 2022 года, потому что именно к середине 2022 года ФРС полностью выйдет из программы количественного смягчения. Сейчас все спешно пересматривают прогнозы по экономическому росту американской экономики, ожидая, что высокие цены на нефть, инфляция, проблемы с цепочками поставок, с логистикой – это то, что замедлит ее восстановление. А поэтому остается только дождаться, как ФРС отреагирует на все эти риски и какое решение примет на ноябрьском наседании, до которого остается уже чуть больше недели. Золото растет, как и ожидали, цель ближайшая 1800 долларов за тройскую лунцу. Доллар Канаде снижается 1.2317, лоу был на уровне 1.2280. Цель, друзья, как минимум, это 1.22. При росте цен на нефть при снижении доллара условия идеальны для того, чтобы шортить эту валютную пару. Но накануне еще вышел отчет по инфляции, согласно которому индекс потребительских цен вырос в годовом выражении до 4,4%. Со 4,1% – это канадская статистика. Чем выше инфляция, тем больше шансов для того, чтобы дождаться решения регулятора, который, разумеется, обязан бороться с резким ростом инфляции, корректируя монетарную политику. Если в ближайшие дни мы увидим появившиеся на площадке спекуляции на тему скорого ужесточения политики в Канаде, пожалуйста, будет нам та цель, которую мы обозначили. Биткоин, друзья, новый исторический максимум, фактически мы видели 67 тысяч за одну единицу родоначальника всей криптоиндустрии. Нужно сказать спасибо здесь запуску ETF-фонда, ETF-бита от компании ProShare. И те, кто раньше сомневался, что запуск ETF-фонда не привлечет внимание социальных инвесторов, сейчас, конечно же, признают свою ошибку. Потому что за первые две торговые сессии котирования этого инструмента спрос бьет все рекорды. Фактически, если мы зададимся целью понять, копнуть глубже и найти информацию, какой актив в момент, какой ETF после своего запуска был настолько же востребован, это будет практически невыполнимая задача, потому что ETF вообще в топе этого списка. Ну, может быть, за речайшим исключением. Плюс 5% во вторник после запуска на стоимость этого ETF вырос. Плюс 5% вчера. Очень интересно, насколько этот контракт прибавит сегодня. Но мне кажется, что такой интерес будет как минимум сохраняться повышенным вплоть до конца этой недели. Почему снова ажиотажный спрос на биткоин? Дело в том, что запуск ETF, по сути, предоставил возможность надежного, безопасного обхода бирж инвестирования в биткоин. Если среди вас есть те, кто ждал более-менее регуляторной среды для того, чтобы вложить деньги в цифровую валюту, считайте, что сейчас у вас есть возможности. Соответственно, я также считаю, что позитив для биткоина, он обусловлен еще тем, что в данный момент времени после абсолютно легитимного дериватива, который был запущен на биткоин, можно сделать вывод о том, что это действительно первый серьезный шаг регуляторов в сторону того, чтобы окончательно признать, что биткоин с нами всерьез и надолго, и, соответственно, чтобы впоследствии выслать дорогу для того, чтобы у инвесторов был доступ и к спотовому рынку. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что это не обычные предположения, и в конце концов все это реализуется. Мы с вами ранее поставили на рост биткоина, и сейчас на этом неплохо зарабатываем. Цель, друзья, ближайшие 75 тысяч. Фунт против доллара растет на перспективах ужесточения политики, и я предлагаю ждать цели 1,40. И американский фондовый рынок 4517 пунктов. Сезон квартальной отчетности пока что радует. Из 15% компаний, которые отчитались, 4 из каждых 5 показали более лучшие результаты, чем ожидали эксперты. Это настраивает на оптимистичный лад и дальше. Я думаю, что и в последующие, опять же, дни сезон квартальных отчетов не разочарует. И по американскому фондовому рынку, по S&P, мы уйдем на более высокие ценовые значения. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok